Девушки отдыхают Девушки отдыхают За пять лет Красноармейская инспекция мобилизирована в сводный бюджет Украины 535 млн грн, 73% из которых уплачены добровольно. И за этими сухими цифрами стоит ежедневный кропотливый труд 280 работников инспекции. Доля поступлений Красноармейской объединенной государственной налоговой инспекции за 2000 год в поступление к сводным бюджет области составляет 5,4%, а за истекший период этого года – 5,8%. Год назад, 16 октября, в Красноармейской налоговой были присоединены еще две инспекции – Димитровская и Серидовская объединенные, и работы значительно прибавилось. Конечно, за это пятилетие произошли огромные изменения в налоговой службе. Это связано, в первую очередь, с прибавлением милиции. С другой стороны, создана новая структура внутри налоговой инспекции, создана материальная база. Это и компьютеризация, это и многие налоговые администрации получили здания. Сотрудники налоговой службы, как никто другой, понимают экономические трудности и необходимость реформирования налоговой системы. А потому верят и ждут, что следующий десятилетний юбилей встретятся с налоговым кодексом. И хочется верить, что в будущем наши налоговики будут с честью и достоинством профессионально и целеустремленно выполнять свои служебные обязанности во имя процветания нашего государства. Хотелось бы пожелать всем нашим еще раз работникам всего самого лучшего и налогоплательщикам, тоже им крепкого здоровья, удачи в их бизнесе, для того, чтобы все-таки имели добрые отношения с налоговой, а налоговая все-таки слуга у наших субъектов хозяйствования. Залы и хранилища Красноармейской районной библиотеки могли бы поведать нам много интересных и увлекательных вещей. Ведь здесь собран фонд 60 тысяч книг, которые хранят в себе вековую мудрость, знания, вечные слова о красоте, добре и гуманности. Сюда приходят люди разных возрастов, от малышей до старшего поколения. Есть и самые преданные друзья, которые уже не представляют себе жизнь без библиотеки. А есть те, кто совсем недавно впервые перешагнул ее порог. Но и те, и другие находят здесь познание, помощь, новые открытия. Кто ценит высокое предназначение книги, посвятили себя служению Вечному хранилищу знаний – библиотеке. Сегодня в читальном зале за праздничными столами собрались те, кто долгие годы преданно работали в этих стенах. Те, кто любят и ценят книгу, те, чьими заботами живет сегодня самая старая библиотека в городе. – Хотелось бы в этот день поздравить всех сотрудников библиотеки и наших читателей. Потому что это не хвалебная ода, но мы считаем, что наша библиотека является одной из лучших в городе. У нас собрано большое количество книг. И сегодня мне очень радостно, что в это тяжелое время для культуры нам оказали такие большие подарки. Нам дали много денег. Огромное количество поздравлений и пожеланий услышали в этот день работники и гости библиотеки. Рай-госадминистрация преподнесла в подарок тысячу гривень. Были вручены денежные премии заслуженным работникам библиотеки. Праздничная атмосфера была наполнена ароматами цветов, добрыми словами и, конечно же, красивыми песнями. Все жители нашего города наверняка знают и пробовали продукцию пищевкусовой фабрики «Валентина». На сегодняшний день на этом предприятии работает 313 человек. Необходимо отметить то, что предприятие работает с серьезными перспективами. В скором будущем ожидается выход новой продукции. Печенье дамское, пряник сувенирный, печенье слойка и вертушка. Также будет выпускаться более усовершенствованная чистая светлая халва и карамель. Ожидается смена этикетки на продукции. В перспективе новая марка и развитие новых цехов. Мы столкнулись с очень большими трудностями. Трудности заключались, во-первых, в том, что было не налажено производство как следует, не было нормального учета, нормального сбыта. Практически все цеха были на грани развала. Существовали проблемы и в отношениях с государством, то есть долги перед бюджетом очень серьезные. Мне досталось, скажем так, очень тяжелое наследие в плане порядка полумиллиона долгов перед бюджетом, порядка 200 тысяч дебиторской задолженности, то есть то, что нам должны, и это не возвращалось. Не было никакого качества продукции, ну и не было сбыта. На сегодняшний момент проводится аудиторская проверка, в результате которой будет создана достаточно стройная система планирования и система бухгалтерского учета. Также оплачиваются все текущие долги государству. Подписан договор о рассрочке платежей. Отремонтированы все цеха и подготовлены к зимнему сезону. Подписаны серьезные договора о поставке продукции с предприятиями города Мариуполя, Донецка и Киева. Что касается вопроса сбыта, то на сегодняшний момент качество нашей продукции доведено, я считаю, более-менее до того уровня, который оно было раньше, именно в те годы еще, которые мы называем застойными. Качество продукции на сегодняшний момент, я думаю, никто не скажет, что оно плохое. Продукция наша на сегодняшний момент начинает завоевывать те позиции, которые были утеряны за прошедшие несколько лет. Будем надеяться на то, что в скором будущем фабрика начнет подниматься и в течение непродолжительного времени, как говорится, станет на ноги. Народ, который помнит родную мову, развивает ее, пестит и пишется нею, справедливо великий и сильный народ, потому что он поважает свою землю, свою культуру и свою историю. Не дарма говорят, вмирая мова, вмирая и нация. Дбаючи про вихование мовною культури, мы тем самым дбаем и за свое майбутнє. 21 лютого в усих навчальних закладах пройшли заходи, присвячені Дню Рідної Мови. Это свято не совсем разважального характеру, а больше призначено для невеликой аудитории. В Ліцеї Надія учни, вивчаючи найкраще твори українських письменників, самі коментують їх, надают свою оценку подиям, тим самым формуючи певні погляди и переконания. На уроці української мови ліцеїсти писали твір «Роздум» на статтю в газеті «Маяк» «Язик. Діла. Тонка», в якому виражали своє відношення до української мови, як до державної мови. Наші старшокласники трошки на інших традиціях вже виховуються, вони цікавляться історією, вони цікавляться, чому так трапилося, що українська мова, особливо в нашій місцевості, немає такого звучання, як це треба. І вони, по-моєму, трошки по-іншому дивляться на ці, вони відчувають себе громадянами України у всякому разі. Останнім часом досить часто піднімається питання нового українського правопису. З цього приводу виникають різні думки. Ми поцікавились думкою спеціаліста. Справа в тому, що Україна ніколи не мала свого правопису. Тільки в 29-му році, коли в Україні було відродження української культури, цей правопис був складений. І його автором цього правопису затвердив цей правопис. Міністр освіти Скрипник, між іншим, уроженець Донецької області, селища чи міста Ясеноватої. Ну, за що і пострадали потім. А потім, з 30-х років, коли почалась гоніння на все національне українське, цей правопис забрала з собою, так сказати, діаспора, яка сьогодні живе за кордоном. І вони зберегли цю вимову і цей правопис. В детско-юношеской спортивной школі завершилось городське первенство по теннису, в якому участвовало 10 команд. По итогам соревнований первое місце среди девочек заняла Яршова Наталья, второе – Касьяненко Настя, третье – Касьяненко Марія. Среди ребят лучшими был Сергійенко Павел, второе и третье місце достали Стыцкому Максиму і Таранухі Ігорю. В общекомандному зачете місце распределились так – первая школа номер два, вторая школа номер десять і третья – общеобразовательная школа номер двенадцать. Сегодня же стартовал і областной турнір по мини-футболу. В этом году детский турнір, открытый детский турнір областного масштаба, посвященный памяти тренера Буянова, проводим седьмой раз. И снова девять команд с различных городов Донецкой области собралось на футбольном поле, чтобы показать свое мастерство. Футбольные игры проходят в спортивном комплексе Динасового завода и завершатся 2 ноября. Лучшие будут награждены призами от Городской федерации футбола.